И всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в мое новое видео To my new video Welcome to my new video At my home, at my room Цель сегодняшнего видео, в принципе, понятна, должна быть из названия Я хочу, как вот самый простой человек Самый обычный там, ну, кто, ребёнок может сделать Или не ребёнок Я хочу, короче, сделать рампы из картона DIY фигуры из картона Вы спросите, какие? Я хочу сделать квоту И я хочу сделать кикер Пока что боксы там я не вижу смысла из картона делать Там можно книжки положить А вот квотер сделать не очень интересно У меня есть вот тут вот идея, вот схема Вижу, как я хочу это сделать Но не знаю, посмотрим Что мне для этого понадобится Будьте готовы к тому, что это максимально колхозные фигуры Ну вот максимально Ножницы нам понадобятся Вот такие вот ножницы И картонки Ну, извините, какие я нашёл от новой почты Поэтому у нас будут очень стильные, так сказать, рампы Возможно, нам большая даже не понадобится коробка Так, давайте примерно подумаем, что и с чего мы будем делать Как это всё будет выглядеть Так, начнём Ну, давайте с кикера Котер, самое такое, более сложное Оставим на потом Для начала предлагаю разобрать эту коробку Нам нужно понимать, сколько у нас есть материала И что мы вообще имеем Это конструктор То есть у нас тут есть, получается, одинаковые части И не одинаковые части То, что нужно Просто великолепно Итак, сейчас я замерю примерно одинаковые части, один одинаковые части. Ребята, всё честно, я великолепно всё нашёл. У меня уже всё получилось в голове, осталось только в реальности это всё сделать. Итак, начнём резать. Я давно хотел в такой вот ламповой атмосфере посидеть, почилить, пообщаться, что-то поделать. Сейчас я, конечно, через 3 минуты начну, наверное, бомбить, потому что у меня не получается. Ну, будьте готовы, потому что, возможно, всё, жизнь, штука непредсказуемая. По-дебильному режется, меня уже раздражает, не могу ничего руками делать. С детства, в садике. В каком садике я не ходил в садик? В школе. Родители все за меня делали, все поделки. Ставь лайк, если тоже так было, потому что это бред. Так, что мы имеем? У нас есть две одинаковые детали. Что-то мне кажется, что они не одинаковые. Как обычно, конечно! Берём кикер, примерно, какой мы хотим, чтобы он был. В принципе, вот финджер-борд. В принципе, вот такой вот он может быть, спокойно. Вот так, абсолютно без измерений. Вот так, на глаз. Берём ручку. Так, первая часть нашего кикера готова. Выглядит вот так. По-моему, шикарно. Сейчас с этого же вырезаем ещё одну такую же, просто идентичную. Так, одна часть есть. Примерно вот так это выглядит по каше. Сейчас я зафиксирую. Так, кикер получился. Понимаю, максимально колхозно. Это всё понятно, всё ясно. Но мы-то делаем самый простой вариант. Если вот тебе прямо сейчас вот хочется кикер, да, то у всех дома есть картон 100% и скотч. Но если скотча нету, можно на сопли приклеить. В принципе, у меня так и получилось примерно. Вот такой вот кикер. То есть, выглядит он, в принципе, нормально. Я тут немножко затестил, просто как бы вкатил в него. Давайте на видео как бы вкатим с Олли. Да, немножко прогибается. Да, система не идеальна, никто не спорит. Но, тем не менее, он держится. Ну, а теперь перейдём к более сложному элементу в виде квотера. Квотер, я думаю, делать буду по вот этой вот фигуре. Потому что он, в принципе, вот этот нормальный, маленький. И много материала на него не потребуется. Кикер пока уберём в сторону. Может быть, даже из этой маленькой коробочки у нас получится сделать вообще всё. Всё, что можно. Так, отлично. С этого мы вылезем два радиуса. Шикарно? Великолепно, я считаю. Один радиус готов. Вылезаем второй. Я подумал, что он... Имеем два вот таких вот радиуса классных. Мне даже нравится. И даже немножко вроде как получается. На этот радиус уложим, я думаю, вот такую вот. Как хотят хоть фанерку. Ярослав, это же не настоящий скидпак. Ну что? Что ты такое говоришь? Какую фанерку? Для начала нам его надо как-нибудь так согнуть, чтобы не повредить поверхность. Получается колхозно, но неплохо. Но, в принципе, котор получается. Поэтому меня это радует, естественно. О, так у нас, кстати, как раз вот с этой. Мы сейчас ее загнем и получится еще платформа. Ха! Да ты что? Ярослав оригамист. Ну нет такого слова, правда. Но мне не важно. Такой срач у меня на рабочем месте, конечно, я просто в шоке. Честно, слово. Но что поделать? Как вы хотели? Мастерская? Мастерская? Ну и что вы скажете? Что это? Не классный квоттер? Посмотрите, как все собралось. Просто. Просто шикарно. Вот по размерам, какой он получился с мейерборда. По сути, радиус один и тот же. Я думаю, это можно заметить. Но он немножечко уже получился. Ну, потому что я не делал специально широкий. Предлагаю раскатнуть, затестить, так сказать, наше произведение искусства. И разобраться, насколько это классно или насколько это не классно. Но не ожидайте ничего суперового, потому что, ну, камон, своими руками за бесплатно. Ну, квоттер мне нравится. Его бы... Добавить бы ему какой-то вес, честно сказать. И будет вообще шикарно. Видим квоттер. Ого. Ого, как толкает. Я считаю, что квоттер прошел проверку. Он получился классным. Немножечко добавить сюда, утяжелить или какого-то веса, или пластилина напихать. И он будет просто, просто нереальным. Посмотри, идеальный радиус. Его даже можно использовать, мне кажется, как молд для фигуры с цемента. Хм. А что? Звучит хайпово. Короче, все, что угодно, мне можно делать. Столы разные. Все, все, что угодно. Теперь переходим в кикер. У нас уже получилась такая секция. Ля, они идеально в ширину похожи. Ля, вот так вот можно. Да ты что? Просто, что это? Это бесплатный комплекс скейт-парк? Ладно, попробуем кикер отдельно. Проблемы с заездом немножечко есть. Окей, будем откровенны. Кикер. Больше похож на подкат, потому что, ну, надо еще немножко подумать, как заезд сделать. Ну, немножко не подумать, а сделать по-нормальному. Руки и задницы достаточно сделать. Но, сама суть. Этим видео я хотел доказать, что вы можете, если у вас не хватает денег, или вы очень хотите фигуру, но нету времени, или еще что-то. Три минуты, буквально, или десять минут уделите, и вот такой вот фотор у вас появится. Я сам в шоке, что получилось вот так вот прикольно. Ну, то есть, блин, ну, реально прикольно. Да, не Black Ripper, да, не из гипса, еще что-то, но работает. Все можно сделать спокойно, своими руками. А если постараться, то получится еще круче, закрыть там еще, может быть, бумага или еще чем-то. Короче, все в ваших руках, вы все можете сделать. Я вот своими этими клешнями вам доказал, что все возможно. Обязательно подписывайся на мой канал, так как только тут ты увидишь кучу фингерборд-контента, там DIY-фигуры, разные рубрики, обучавки и много разных других интересных видосов на тему фингерборда, там, фингер-самоката. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Пока. На этот канал ты подпишись и лайк поставь и коммент напиши. Фингерборд-видосы, самокатные влоги и разный интересный контент. Подписывайся. Я буду очень рад.